Привет, мальчики и девочки, а также их родители! Мы новые телеведущие программы «Большие» Тили и Билли, а Агния и Фетя перешли на новую работу вместо нас – кукольный театр! Ну не знаю, я попробовала в кукольном театре управлять куклами. Это так тяжело, я лучше тут остаюсь, в кресле ведущей. Почему тяжело? Мне казалось, это веселая работа. Дергай себе за ниточки или рукой шевели. Я тоже так думала, а там куклы ростом с меня. Мне там рассказали, что одной куклой могут управлять и по три, и по пять человек отдельно за руки, за ноги, за тело, за голову. И вообще, кукол по конструкции очень много. Сам посмотри. Куклы сопровождают нас с самого детства, а когда мы вырастаем, то забрасываем их в дальний угол. Но есть взрослые, которые продолжают играть в куклы и даже делают это своей профессией. Сегодня я хочу поговорить как раз с одним из таких взрослых – Юлий Петрович Айка, главный режиссер Одесского академического театра кукол. Здравствуйте! Привет! Ну что, пойдем я покажу тебе наш театр? Пойдем. Откуда такая любовь к куклам? В куклы же обычно только девочки играют. Ну почему? Мальчики тоже играют в куклы. Я с детства любил играть в куклы. Например, у меня были куклы футболистов. Я их брал из разных детских наборов. Это были и поросята, и гномики. И делал из них футболистов и играл, как будто они живые. А почему вы решили стать режиссером именно кукольного театра, а не обычного? Ну, режиссером театра кукол я уже стал сознательно. Я вначале был актером театра кукол. Вначале я ничего не знал о театре кукол. Это было для меня загадкой. Но когда я перешагнул порог первый раз театра, пошел на сцену, за ширму, и увидел эту магию оживления, я в нее влюбился, и мне стало очень интересно. Это не просто театр, это театр волшебства и магии. А в чем эта магия? Магия театра кукол заключается в том, чтобы неживой предмет на глазах у зрителя ожил. Если фокусник предметы любит прятать или появлять из какого-то места, то задача театра кукол – любой предмет оживить, и он становится на сцене персонажем или героем. А вот актеры-кукловоды, чем их работа отличается от обычных актеров? Практически ничем не отличается. Актер-кукловод, так же, как и актер драматического театра, должен уметь хорошо разговаривать, красиво двигаться на сцене, уметь танцевать, петь. Но его особенность в том, что он может управлять на сцене еще и куклой. И не просто одной какой-нибудь куклой, а куклой разных систем. А их очень-очень много. Мне вот больше всего, конечно, интересно на кукол посмотреть, потрогать, если можно, из чего они бывают, как их делают. Конечно, я тебе все покажу, а еще я тебе даже научу их ними управлять. А вот такого вот огромного крокодила как водить? Ну, актер-кукольник, да, он, конечно, должен быть еще и сильным. Сейчас я тебе продемонстрирую, да. Это называется паркетная кукла. Это значит, что кукла ходит по полу. Вот так вот один актер управляет этой замечательной куклой. Можно попробовать? Конечно, иди сюда. Держи вот голову. Это очень тяжело. Конечно, тяжело. Труд актеров-кукольников считается самым тяжелым. В актерской профессии. А какие еще бывают куклы? Системы кукол, как я тебе уже говорил, да, очень много. Есть вот паркетная кукла, есть ростовая кукла, есть кукла-марионетки, есть перчаточные куклы, планшетные куклы, а также тростевые. При том, что эти системы еще модернизируются и могут соединяться одна в другую. Вот как это происходит? Вот вы, режиссер, задумали поставить какую-то пьесу и говорите мастерам, каких кукол надо сделать? Конечно. Вначале режиссер выбирает пьесу, придумывает с художником спектакль, да, с художником придумывает, какие куклы будут в спектакле, что они будут делать. Должна ли кукла ходить, смотреть, моргать, работать ротик, может быть, летать кукла должна или плавать. После этого, когда режиссер с художником это придумывает, художник рисует эскизы этих кукол, и эти эскизы попадают уже к мастерам-изготовителям. И они уже эти эскизы воплощают в жизнь. Делают кукол из разных материалов. Некоторые из папье-маше, некоторые из поролона. Все зависит от того, что должна делать кукла в спектакле. А есть у вас тут что-то историческое? Да, в нашем музее кукол есть одна очень легендарная кукла. Вот эта кукла Буратино. Год рождения куклы, 30-е года аж прошлого столетия. С этой куклой еще в далекие времена ходили бродячие артисты-кукольники по дворам нашего города и показывали разные спектакли. Также можно увидеть кукол из разных спектаклей, которые на данный момент уже не идут в репертуаре, но есть спектакли, которые мы играем и успешно играем. Вот эти куколки – это из спектакля «Муха-Цыкатуха». Видишь, парочка муравьев, сделанные в таком афроамериканском стиле. Они танцуют танец чечетко на такой большой-большой монеты. Также тут спектакли представлены такие, как «Аладдин», «Красная шапочка». Вот эти большие куклы – это из идущего репертуара. Они сейчас пока отдыхают, но скоро этот спектакль тоже будет идти. Это большой такой красивый спектакль «Сюрприз». Я очень удивилась, когда узнала, что кукольный спектакль есть и для взрослых. Разве взрослые любят кукол? Ой, еще как любят! И у нас в репертуаре есть очень много интересных спектаклей и для взрослых. Вот здесь, в нашем музее, представлена выставка из одного нашего спектакля, который называется «Бабы-бабили». А сейчас что-то происходит в театре? Какая-то подготовка? Конечно, в театре постоянно что-то происходит. Сейчас у нас идет репетиция к новой премьере взрослого спектакля, который называется «Даунвей» или «Дорога в никуда». Я могу тихонечко-тихонечко тебя провести на репетицию, чтобы мы одним глазком подглядели, да, что там делают актеры. Ну что, заходим. А мне ничего не приемят. Прорезут камеры. А что с ним делать? Ну, на этом наше полномочие как бы... Стоп. А если он жив? А-а-а! Ну, так это другое дело. А что это за красота у вас? Эта люстра-шар – символ нашего театра. Она сделана руками наших мастеров из волшебных кристалликов. Есть легенда, что если стать под этой люстрой и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Я побежала. Это еще одна кукла из одного из взрослых спектаклей, которая называется «Интервью с ведьмами». Эта кукла называется «Мама». Очевидно, такая страшненькая вообще на маму не похожа. Ну, знаешь, мамы разные бывают. Сейчас мы с тобой смотрим на танцевальную репетицию для китайской сказки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, закончили этот кусочек. Проходите, проходите. Это цех по созданию кукол и костюмов. Сейчас идет работа над созданием костюмов для спектакля «Легенда о лисице и журавле». Сейчас делают костюмы в китайском стиле. Вся сказка будет в таком вот необычном восточном стиле. А вот, если пройти дальше, уже появляются персонажи из этого спектакля. Это лисичка. Наш художник Слава, который ее придумал. Эта лисичка у нас умеет разговаривать. Также она надевается на ножки. Хочешь попробовать? Давай. Эта кукла не такая тяжелая, как крокодильчик. Смотри, видишь резиночку? Продевает свою ножку вот так. Опа, есть. Вот, видишь, у тебя лисичка уже пошла. А что мне сказать? Скажите мне, пожалуйста, какую-то реплику. Ни хао. Ни хао. Так, а вот и журавль. Его сейчас подстригают. А как вы относитесь к куклам? Они для вас что? Каждая кукла имеет душу. Если куклу обидеть, если, не дай бог, ее бросить на пол, не положить ее на ее место, где хранится, она может обидеться и даже спрятаться от артистов, и ее могут не найти. Для нас куклы как живые. Мы их очень-очень любим. Спасибо вам за экскурсию и интересные рассказы. Пока, дорогие зрители. Ой, у меня что-то бочок зачесался. Мне даже захотелось в театр. Я давно не был из-за этого карантина. А раньше прям семейная традиция была. Отличная традиция. У нас тоже есть традиция. Мы перед сном составляем топ-3 дня. Три самых классных события за день. А какие семейные традиции у наших друзей? А они вам сами расскажут. У нас в семье есть традиция раз в год или раз в неделю. Мы уезжаем в какие-то страны. В последний раз я уехала в Египет. В Красном море много всяких живностей. Ночью мы увидели там мурену, ну маленькую, такую маленькую, тоненькую. Много рыба. А еще мы видели там осьминога. Это наша семейная традиция, когда мы можем познавать другой мир и узнавать что-то новое в других странах. Каждую пятницу мы смотрим все семьи фильмы. У нас вот был старый проектор, но мы купили новый, хороший, с колонкой сразу проектор. И у нас, мы раскрываем экран, всей семьей собираемся. У нас дома попкорн, вот такой запас. Мы этот попкорн насыпаем в ведра для попкорна из кинотеатра и ложимся на кровать всей семьей, кушаем попкорн, пьем пепси или колу, или фантом, какие-то вредные напитки. И смотрим какой-то фильм. Мы всей семьей по очереди выбираем. Например, я, потом мама, потом папа, потом Алиса. И так друг пока не надоест. У нас есть семейная традиция по субботам, например, на какие-то праздники, по воскресеньям ходить в храм. Мне это очень нравится, потому что у меня там все знакомые, я там всех знаю. Это на 411 батарее есть храм Георгия Победоносца. И я там прочищаюсь. Я люблю вообще там есть хлеб крещенный, называется просфорки. Я всем готовлю одежду, потому что всегда нужно в юбке быть. И у меня вообще, почему? У меня очень много юбок, но из-за этого повода. После службы есть трапеза. Накрывается стол, и там все кушают, и есть хор. Там еще поет настоящий хор. Для меня это честь, обязанность, удовольствие от этого я получаю. И всегда там есть такая идиллия, атмосфера очень хорошая. Мне про фильмы понравилось. То, что там фильмы по очереди выбирают. А то мой старший брат совсем уже обнаглел. Все как он хочет, а наши интересы не всегда совпадают. Да? Я думала, мальчики все одинаковые. Майнкрафт, драки и скейты. С чего это ты взяла? Тогда у девочек что? Куклы, шмотки и танцульки? У мальчиков всякие разные интересы бывают. И музыка, и кулинария, и ботаника даже. Ботаника? Да где же ты таких мальчиков видел? Мне наш книжный обозреватель Анжела Липинская рассказывала. Я прочитала книгу Катерины Штанко «Драконы вперед». Это ее первая книга, которую она написала. А до этого она иллюстрировала чужие книги. Эта книга больше фантастика. Сюжет книги завязывается в Никитском ботаническом саду в Крыму. Главный герой Мыхась, обыкновенный киевский школьник моего возраста. Он очень любит растения, его даже называют ботаником. Но ему это прозвище очень нравится. У него даже свой сад дома. И вот он родителей уговаривает повезти его в Никитский ботанический сад. И когда он туда приехал, родители его отпустили погулять самому по саду. И он не замечает, как попадают случайно в секретную лабораторию Экспериментального института фольклорной флоры и фауны. Почему фольклорной? Потому что все растения связаны со сказками. Он же любит растения. И как он может не взять тот драконьего дерева? Когда он приезжает домой, у него осталась только эта семечка. Он садит его. И вырастает из него не дерево, а дракон. Мог ли он подумать, что он будет навигатором драконов? То, что драконы будут его лучшие друзья? И то, что самый страшный на вид дракон станет его самым лучшим другом? Как вы думаете, может ли быть домашнее животное дракон? Разговаривают ли растения? Есть ли домовые? Все это вы можете узнать в этой книге. Книга мне очень понравилась. Советую всем ее прочитать. Неплохой такой цветочек мальчик вырастил. Вот бы все, что угодно можно было вырастить. Я бы себе навыращивала платьев, конфет, игрушек. А я бы денег вырастил и раздал тем, кому не хватает. Вот это благородное желание. Молодец ты, Петь. Может, еще и изобретут такие растения. А я пока пойду свою аспарагу сполью и алоэ. От них тоже польза есть. Они воздух очищают. Пока!